И я повторю, Пётр Порошенко вылетел сегодня в американскую столицу, программа у него насыщенная, но по сути это визит одной встречи, дебютной встречи с Дональдом Трампом. В Соединенных Штатах глава украинского государства встречает Дмитрий Анопченко, у него узнаем все детали. На расположенной в окрестностях Вашингтона военно-воздушной базе «Эндрюс», куда традиционно прибывают главы государств, прилетающие в Вашингтон с визитами, нам сообщили, что все пройдет без особых формальностей, не будет ни почетного караула, ни кортежа мотоциклистов, протокольные мероприятия сокращены до минимума, ведь по договоренности между Киевом и Вашингтоном это будет рабочий визит. Сама формулировка «визит рабочий» и определяет то, что будет происходить в эти дни в Вашингтоне, деловое общение без ненужных официальных церемоний. Сразу по прилету президент встретится с украинской диаспорой, с украинцами, живущими в Америке, это будет вечером по Вашингтону, в Киеве это уже будет ночь, ну а дальше вторник, день официальных встреч на высшем уровне. Будут переговоры в Конгрессе, украинские дипломаты обращались с просьбой о встрече к лидерам обеих палат, и Сената, и Палаты представителей, запланирован разговор с вице-президентом Пенсом, а затем рассчитывают на встречу тет-а-тет с президентом Трампом. Отмечу, что официальная программа пребывания президента Порошенко в Соединенных Штатах в этот раз не разглашается ни украинской стороной, ни самими американцами. Вот даже в Госдепе нам сегодня утром отказали в каких бы то ни было комментариях. Как неофициально пояснили мне украинские дипломаты, все дело в том, что программа до сих пор согласовывается. Ну вот даже в тот момент, когда самолет президента был уже в воздухе. Мол, визит рабочий, и пытаются по максимуму организовать и добавить встречи для того, чтобы он был максимально насыщенным. Ну и кроме того, некоторые встречи могут сдвинуться по времени, и поэтому пытаются избежать спекуляций, что мол, что-то идет не по плану. Из того, что нам известно, в последний день визита в среду президенту готовят встречи в международных организациях. Возможно, это будет в том числе и МВФ. Публичных выступлений в этот раз не планируют. А из официальных вашингтонских встреч Петра Порошенко отмечу еще и запланированные переговоры с министром энергетики Соединенных Штатов. Речь пойдет о противодействии проекту «Северный поток-2». Тема для Украины жизненно важная, и лично убедить Штаты действовать решительно – как раз уровень президента. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Продолжение следует...